Природа из природы, а тут никуда не по ним пишешь. Здесь говорят о существовании системы изъятия потенциала, религии говорят о процессе вашей сущности. По вашей информации, из-за того мира Бог, система подавления человека, это то и то же или нет? Может быть Бог нельзя представить, но темные силы, по-вашему, одно и то же. Но в принципе, в том понимании, как понимает сейчас Бог, это одно и то же, темные силы, и одно и то же, потому что в церкви действительно происходит собирание потенциала на людей, и т.д. и т.п. И действительно, это все равно для порабощения. Я опять повторюсь и скажу, что когда Атасинитану умер глава зарубежной православной церкви, знаете, да? Ладно, прежде всего, да? Он выполнил свое главное назначение крестьянина. Умер. Вы знаете, когда я услышал, что Асанкры, то, и крана перед ним, просто кто-то это, видимо, дали, как сказать, правильно? Дисамик думает, объявили, так сказать. Диктор не стал по-другому, да? Главное, что вы сказали, но он судьбен для этого. Нет, не это. Слышали, да? О, это было, да? Было, видите, не то, что соединена церкви, это не сказали, ни слова. Об этом, между прочим. А в разуме, почему в разуме, извините, там было сказано, что-то и ясно. Если бы так он сказал, его главное назначение у вас соединило церковь виден и целой. Это не слово было не сказано. Он умер, и тем самым выполнил главное предназначение христианина. Вот, что было сказано, дословно. Вот так. Так что, к сожалению, так чего же, да, спрашивается? Все присядут. Пускай христиане попросят, чтобы иструджица помогли выполнить предназначение сразу же, да? Все перерезали, и сразу предназначение выполнено будет. Все главные, одновременно. Все спасутся, да? Но это такой воразм. Воразм кричал, и так далее. Не войти, да? Поэтому религия придумана для того, чтобы, опять-таки, чтобы заставить человека быть рабом и не сопротивляться этому. Потому что, посмотрите, это хорошо построено. Типа, если у человека служить в жизни, да? Относит и грешен. Это твои грехи. Ты, это Бог тебе доказывает твои грехи. Так? А еще, я ничего такого не сделал. Ага. А это тогда испытание. Бог тебе испытывает. Послать ее с трудностью, чтобы проверить твою крепость веры твоей. Правильно? Хорошая позиция, да? Что мог, что пломать. Что так делать? Если ты не грешишь, значит, испытай. Если ты грешишь, значит, это наказание. И хорошая ответа, да? Прекрасно. А смотришь, или нет? Полный абсурд. Это не только это. Еще один момент существует, который очень будет забывать на себе. Просто не думает. По существующей ветви, сейчас, ну, в христианской позиции, гласит, что своей безвинной жертвой смерти на Христе, на Христе, так? Иисус Христос, кстати, как повторить, это не имя, это перевод на греческий слово Мессия. Вопрос. Почему переводили на греческий, если он был лаудей, да? Здесь все равно юрист, да? Так вот, Иисус Христос это не имя, это слово Мессия на Нового Треста. Так вот, Иисус Христос своей безвинной жертвой, принесящую жертву на Христе, искупил все эти человеческие, так что есть церковь, да? Вовеки, вовеки вид Бога. Фраза Нима, ой, сказка, правильно? От создания мира до его, до апокалипсиса, правильно? Нет, от потопа. До потопа, ну. От потопа до потопа, ну, то же самое. Потопа. Потоп был один, это было потом... До потопа это как раз искупление человечества было, первый раз. А, первый, да, ну, второго. Ну, хорошо, потом, у второго нет, да? Нет, второй будет агунен. Ну, вот. Ну, пока еще не церковь, скажем так, не важно, да? Значит, поэтому получается, что все живущие между потопами должны быть бескрешными. и должны быть счастливыми. Никаких болезней, никаких проблем, ничего не должно быть, правильно? Нет, там другое. А, конечно, интерпретировать, интерпретировать по всем, что угодно. Нет, там написано, прям четко там идет, четко там идет, в плане того, что Мессия пришел на землю для того, чтобы уступить грехи человека, чтобы не настал конец света, потому что уже чаша была переполнена всем развратом. Ну, как бы вот это. А и дальше, вот, в дальнейшем, как раз идет. Второе. Вы знаете, дело в том, что, если говорить об этом, у людей, допустим, очень четко сказано, что интересно присутствуют христиане, и разумно, конечно, с точки зрения этого, потому что у людей сказывают, что если кто-то отклоняется от буквы Господа Бога, то он, уже пророк, не должен быть уничтожен. И раз пятый принесет жертву, не хватает. Это второе. Так вот, то, что вы говорите, это интерпретация того, что написано, которое вам кто-то сказал. Что, что понималось вот это, извините, то, что написано, то, что записано. Я понимаю, что записаны люди, а не Бог, естественно. Но, тем не менее, если это говорится, что это слова Господа Бога, или что это принесенное перед руком Богом, то интерпретировать нельзя. Поэтому, если Христос принес жертву и искупил все пяти человеческие, то за что страдали и страдали, и страдали и в его время тоже, и после того, как его жертву принесли, в тот же день гибли другие люди. И так далее, и так далее. То есть, это полная ложь и обман. Извините. Хотя Христос, или тот, кто называет Христом, реально этот человек, и он пришел как раз спасти от этого обмана людей. В первую очередь, иудеев. Это долгая история, но опять-таки. Потому что человек извратил то, что он хотел делать, и испокамерить. И опять-таки, единственное достоверное сведение, от христианства, может быть, от самого Христа. Правильно? Правильно, да? Так вот, могу сказать, что, может, вы не знаете. Дело в том, что Христос был, я в слове говорю, Христос, потому что другого никто не знает. Не подумал, что я буду другого. Он был человеком, очень грамотом, знал несколько языков, читал и на древнеюдейском, и так далее, и так далее. На арамейском, на древнеюдейском, и на многих других языках. И он ничего не оставил, да? А безграмотные рыбаки оставили Евангелие, и так далее. И главное, чтобы появились через сто лет, после того, они уже отдали Богу душу, как говорят, эти Евангелие. А вот, он не написали, безграмотный человек все написал, и не один. А вот грамотный человек, который прекрасно читал и тогда, и по Библии, это видно, что он первосвященникам гравил в Сироголках, разоболчал их и выгонял из храма. Это факт. Когда это писано, они проделились сами себе, понимаете? Там вот Христос, того за Христом, оставил свои записи, написанные. И знаете, кто их хранил? Тамплиеры. Что стало с тамплиерами? По соединению римского папы и второй артиплом, может быть, не берут заточен имени, не столько именов, что имя Филиппа Красиво просто успирали. Орден тамплиера был уничтожен. За чего? Потому что Папа Римский предупреждал на доминирование представления церкви, чтобы получить право контролировать светскую власть, им нужно было добиться того, чтобы правда о том, кто был Христос, исчезла. А, Христос, как не красиво, был жадный, дурной человек, которого казна была пустая, он позарился на казну тамплиеров. Но, тем не менее, самое главное, не удалось, и не удалось, даже под пытками, вытащить, где спятаны ругописи Христа. И потомки Христа, как вы понимаете, у него были дети, двое, дочь и сын, между прочим, и их потомки. И один из них потомок уже в районе 2000 года посчитал, что уже пришло время, то уже пора, так сказать, людям узнать действительно правду о том, кто был Христос, что он нес. И передал авторам, ну, если не оригинала, а копии тех документов, которые хранились в тайне, и они сами хранились, сохранялись в тайне, что они потомки Христа, и документы. И была есть эта книга на основе этих документов под названием в 99-м году и по-русски звучит Иисус Христос языческий Бог. Эта книга вышла. У нас книга есть, потому что моя жена просто заказала книгу предварительную, поэтому по заказу книги пришли и нашли. Но когда книги появились в магазинах, тут же, в ближайшее время, буквально через месяц, даже меньше, их все стали отзывать, то есть поступили приказы в магазин, и все эти книги изъялись из продажи. Когда одна из моих студенток пыталась выйти на издателя, а издательский дом был большой, Лонна, Нью-Йорк, Сидней, то есть довольно крупный издательский дом, она вышла, нашла какой-то ему телефон, и говорит, а можно выставить книгу? Нет, нету, а старую, ну, поддерживаю, можно, тоже нету, и все будет, я вам сообщил. Но, конечно, почему не учтедомы? Он говорит, этот издательский дом, который, я говорю, Лонна, Сидней, Нью-Йорк, довольно-таки большой издательский дом, обанкротит, немедленно, обанкротит. А потому, что авторы получили исключительные права, то, когда издательство было обанкротено, все пришло, тех, кто, кредиторы, забрали все себе. и он сказал, владелец, бывший владелец издательского дома, что выгрыбы, все дискетки и уничтожили. Нет, почитайте, надеюсь, что дальше это будет, потому, что книги все-таки попали в кое-куда, в нашем, тоже есть книга, одна такая, но, тем не менее, факт, что те же самые книжные магазины, на полках стоят сатанистов, литературы, по культу сатанистов, какие угодно, и никто их не трогает. И пальцы не шевеляют. А материалы, которые, казалось бы, должны для любого верующего быть, если он верный, да, наиболее цены, то есть, то, что сам нес, сам человек, которого не поколается, как Бог. Правильно? Лично его мнение, его восприятие. Уничтожается, направляется. О чем это говорит? Мне это ясно. Вам непонятно, что ваше право иметь мнение особое. Но мне это ясно, почему это делается. Но все равно это будет, и так далее, и так далее. Кстати, по поводу потока Христа, если говорить о том, что погибли Христа, скажем, распятие его 2000 лет назад, то вопрос о том, каким образом, говорится, гробница Марии Македонина, то есть, жены Христа, на самом деле, которая была, находится на юге фракции часовни, которого построили в 12 веке. и главный, что никогда, нет ни одного сообщения о том, что ее прав переносился с места на место, и так далее. Именно часовни во Франции, на юге Франции, я забыл его название, и куда постоянно приезжают на поклонение люди, гробница Марии Македонины, между прочим, в которой часовня есть статуя Ди Христос, держит за руку мальчика и девочку. И до сих пор все люди поклонятся в том мире. И так далее, я могу сказать, потому что люди не имеют информации, им лапшу на уши вешают, и дают интерпретацию, которым выгодно, чтобы запустить руку по губу в карман, понимаете, да? А люди сами считают, а зачем мне самому думать? Пускай за меня подумают. Есть люди у меня не имеют, пускай за меня подумают. Так, пора, начинаю думать с вами, мне кажется. Пойдемте дальше. Это место называется Реначино. О, да, Реначино, все правильно. Спасибо. Есть ли книга о Черной Мадонне? Я знаю, что у Черной Мадонны это тамплиеры, но Черная Мадонна это тамплиеры. Я собираюсь. Собираюсь. Так у нас тоже есть информация, просто Черная Мадонна это тамплиеры в свое время сделали большую ошибку. Они показывали, что когда они рисовали Черную Мадонну, они говорили, что христианство ничего отношения к Христу не имеет. Что Черная Мадонна это христианство вышло из культа Азилиста, то есть Изида. И это они пытались немножко потруднивали. Но, к сожалению, это использовали против них, потому что обвинились в том, что они поклонились в Черной Мадонне и тому подобное. Это одним из пунктов было, почему их уничтожили. Но это долгая история, просто сейчас я не хотел затрагивать эту тему, это большая тематика, но действительно так. собор поиски Богоматери до 10 века был посвящен собору Марины Толины. Только после 10 века переименовали Матери Марины. Ну вот, видите, ну там это долгая история, просто действительно информация столькая, что, к сожалению, людей, которые, так сказать, верующие, оплажут до справа и до лева. Понимаете, до чего дошли? Ведь источник это сохранительство. Мария Магдалина является спутницей Христа, так? А ведь спутник в то времена, до сих пор еще в ЗАГСе спутник жизни. Помните, да, говорят? Спутник и спутница это в то время означает, муж и жена избратить суть. Они вели понять спутник, что это просто попутчик. А что это значит, что в то время жена все запыли, не знаю. Хотя даже в ЗАГСе здесь происходит спутник жизни, спутник жизни и так далее. Это муж и жена. Так вот, Мария Магдалина была женой, никогда не было проститутки, тем более. И тому подобное. Понимаете? Она была жрица друида, и его половина была исполнительная. Не только друида. Она не была друида. Никогда не была она друида. Она не была друида. Извините, это тоже не совсем больше этого. Я выгляну. И он с ним вы знаете, это просто уже беседовать. Это сейчас просто не хочется сказать, это отдельная тема и может не совсем облик. Да, пожалуйста. Да. Дело в том, что понимаете, источником есть, что Иисус Христос помогил не по-не-то есть, да? Я тоже что-то источник. Но вы знаете, опять-таки, вы знаете, как в свое время, когда коммунисты, коммунисты, вы помните, да? Помните, говорили, Ленин это Таталь, Ленин это Монгол, Ленин это Савра, правильно? Когда думали, что это хорошо, каждый народ говорит, что нет, он из наших, правильно? Казаки говорили, что Ленин с Казаком, помните, да? Ну, и там подобное. Это связано с тем, что, понимаете, во-первых, скажем так, могилы Слиста не может быть ни в штате Кашмир, ни в Японии, ни где угодно, потому что он похоронен в том плане, потому что он действительно был восстановлен и ушел с этой планеты. Тель. Поэтому, в своем Тель, да? Поэтому, с точки зрения этого, его могила не может быть нигде. тем более особо если там остатки есть. Понимаете, да? Потому что к сведению мне приходилось видеть видеозаписи первых церквей христианских, которые почему-то страдым образом знают, где находились? И находятся в Югославии страдым образом, ни на Ближнем Востоке. первые христианские церкви в Югославии, далеко-далеко от Палестин, так называемых, которых тогда и не было еще. Вот, так вот, в этих первых христианских церквях там сохранились прески, на которых над местом распятия и вознесения Христа изображены в том, думаете, летающие тарелочки. Одна из причин, да. Одна из причин, может быть, уже вполне возможно, потому что что делают, что делают эти самые албанцы, уничтожают все старые церкви и так далее, уничтожают все, что можно. Он же пришел иудеев там. Что-что? Он же нес истинную иудеев, они что, предвослание? Нет. А дело в том, что в то время они находились в тот момент, очень большая община, во-первых, в то время они находились в иудеи, тем более. Они после выхода из Египта расселились по всем миру. Поэтому у них не было этого строения. Короткая остановка в Барисе, так называемый, тоже, так сказать, большинство мифов. Там они были очень короткое время и так далее. И они расселились по всему миру. И поэтому, когда Христос приходил, то он приходил в город, так называемый, современный Истамбул, сейчас называется, так? А раньше назывался Кансинополь, или Царьград, или Троя. Троя не там. Да, там. Извините, то, что Шлиман раскопал, один из маленьких городков, назвал Троя, значит, это Троя есть. Извините. Ну, потом он на всем поблагодарил. Ну, потом. Так вот, Троя, это одно из названий, так же, Царьград, или, это, как раз, так сказать, там, где находился глава какого-либо религии, местного края, это, может, маленькое место, назывался Иерусалимом. Вот и все. Это не было постоянного резиденства, то есть, куда у нас ставка, есть, то место не находится, назывался Иерусалимом. Даже если в русском народе ходили, я прошел свой Иерусалим. Не Иерусалим, а Иерусалимы. Это означает, что человек долго искал свой духовный путь, то есть, ходил по разным направлениям. То есть, Иерусалим развивался разным духовным течением, которым шел, изучал и пытался найти то, что с ним резонировали. Но это долгая история, сейчас не хочу задраковать, потому что вопросов очень много, и, так сказать, у нас времени, к сожалению, уже осталось 45 минут. К сожалению, вопросов очень много. Давайте, давайте, субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо.